МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей. На муниципальном телеканале в студии работает Ирина Панфилова. Здравствуйте. И вот, что вы сегодня увидите. Социальная ответственность бизнеса. Предпринимательница из Петропавловска бесплатно раздает хлеб пенсионерам. Больше половины продукции на экспорт. Предприятие изолит снова вышло на полную мощность. Каким будет декабрь 2015-го? Прогноз погоды на последний месяц уходящего года в нашем выпуске новостей. А теперь обо всем по порядку. Бесплатный хлеб для пенсионеров. До 50 буханок в день раздает нуждающимся пожилым людям директор мини-пекарни Мария Богданова. Такую акцию она организовала в своем магазине несколько недель назад. О добрых делах и социальной ответственности бизнеса расскажет Ксения Куценко. Хлеб испекли ночью. Утром он уже на прилавке ждет покупателей. А вот из этой большой корзины выпечку могут брать бесплатно. Буханки предназначены для пенсионеров. На акцию положительно реагируют. Всем это нравится. Все довольны. Как узнают? Мы говорим. Подходит пожилой человек. Мы, естественно, приглашаем его к корзине. Говорим об этом. Ну, естественно, уже они идут, как говорят, с соседем, родным, кто рядышком живет. Поначалу горожане не верили, что бывает такая благотворительность. В первый день акции из 20 булок забрали чуть больше половины. Теперь по сарафанному радио весть об акции разнеслась по району. И пенсионеры с самого утра идут за вкусным хлебом. Соседка мне сказала, пошла в магазин и говорит, там дают хлеб бесплатно по одной булочке. Ну, вот мы и ходим сюда. Хлеб очень хороший, свежий, белый, вкусный. Но большое-большое спасибо этому магазину. Вчера мне сосед сказал, что почему не ходите сюда в магазин, бесплатный хлеб. А муж еще говорит, как бесплатный, говорит. Не поверил. Прихожу тут и правда, благодарна, большое спасибо, кто это делает для нас. Хоть что-то. А то и так все поднимает, цены придешь, уже поднимают, поднимают. Ну, а хлеб это же главное. И то уже подспорье. За полчаса корзина почти опустела. Продавцы ее снова наполняют. В день здесь раздают около 50 буханок белого хлеба. Это идея директора магазина имени пекарни Марии Богдановой. Ее выпечка уже 6 лет пользуется спросом в петропавловских магазинах. При высоком качестве предприниматель предлагает относительно низкие цены. Мария считает, каждый бизнесмен должен не просто зарабатывать деньги, но и помогать тем, кто в этом нуждается. Чем больше было бы у меня возможностей, тем больше бы я людям помогала, не только пенсионерам. Сейчас очень тяжело, я честно вам могу сказать. Хотя я имею 130 точек, хотя у меня как бы и 5 водителей, и штат у меня большой. Но это зарплаты я не сокращала. Мы объемы сократились, штат остался тот же, зарплаты те же. И если я сокращать начну зарплату, у меня люди просто поуходят. Если добавлять объемы, много конкуренции. В команде Марии работают порядка 30 североказахстанцев. А недавно, после открытия магазина низких цен, штат увеличился еще на 8 человек. Как сказал наш президент Руслан Бишевич Назарбаев в своем послании, кто у нас в стране не работает, тому от государства ждать нечего. Я полностью с этим соглашусь, потому что нужно работать. Нужно работать, нужно что-то организовывать, нужно создавать какие-то рабочие места и давать людям возможность заработать. В день мини-пекарня производит до 5000 булочек и более 1000 буханок хлеба. Всего под маркой ИП «Богдановой» выпускают порядка 150 видов выпечки. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Сделано в Северном Казахстане. Ежемесячный объем производимой продукции на Петропавловском заводе «Изолит» доходит до 40 миллионов цинге. Больше половины выпускаемых материалов идет на экспорт в Россию и Украину. На предприятии побывала моя коллега Гульнара Кали. В этом году и предприятию «Изолит» пришлось пережить нелегкие времена. В первом квартале объемы производства упали в разы. За три месяца выпустили продукции всего на 21 миллион цинге. Тогда как раньше за один объемы достигали 30-40 миллионов. Пришлось даже отправить рабочих в отпуска без содержания. В марте месяце поменялось руководство, которое на сегодняшний день ведет правильную политику. Конечно, в этом еще нам помог и КАС «Коммерсбанк», который нам своевременно выдал кредит под 4%. И мы его, конечно, использовали только по назначению. Закупили сырье. Учитывая политику Назарбаева, который нам рекомендует в нынешней ситуации жить экономно, мы снизили свои затраты и все направили только на то, чтобы предприятие работало. Выпускают заводчане более 50 номинований изоляционных материалов для электротехнической промышленности. В этом цехе делают локоткани трех видов. В основном их используют для ремонта трансформаторов, генераторов, двигателей. Шум машин здесь не смолкает. Рабочие трудятся в три смены. В данный момент на двух машинах производят локоткани. На первой машине мы делаем ЛСМ на масляных лаках, вторая машина делаем локоткани на лимеорганике. Она востребована. Мы работаем на рынок. Мы очень рады, что мы заработали на полную мощь. Выпускают заводчане и такие изоляционные материалы, как меканит и мекаленту. Здесь есть своя лаборатория, где проверяют сырье, а потом и готовую продукцию. Сейчас я покажу, как мы определяем плотность масляного лака, который изготавливается из льняного масла. Берем ориометр и замеряем. Плотность данного масла равна 857 грамм на сантиметр вкупе. Это говорит о том, что данный лак можно применять в производство. Он готов. Из него в дальнейшем будут производиться локоткани. Продукция предприятия востребована не только в нашей стране. Североказахстанцы сотрудничают с такими крупными компаниями, как Казахмыс, Арселор, Митл, Тимиртау. А большей части, это 60% экспортируют в Россию и Украину. В следующем году на заводе планируют выпустить продукции на 400 миллионов тенге. Ирина Панфилова, Гульнара Кали, Дмитрий Желтышев. Новости МТРК. Впереди у нас реклама. Сразу после мы продолжим выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Долгожданное предложение от строительной компании «Казградстрой». Вы хотели продать свое вторичное жилье и купить квартиру в строящемся комплексе «Кызлжар», но рынок недвижимости диктует свои правила и спроса абсолютно нет? «Казградстрой» идет навстречу своим клиентам. Мы готовы рассмотреть ваше вторичное жилье в качестве вступительного взноса в строящемся 12-этажном доме жилого комплекса «Кызлжар». Любые квартиры, в любом районе, на взаимовыгодных условиях. «Казградстрой» воплощает мечты в реальность. Мы постоянно выбираем. Между пользой и экономией. Между полезным маслом и недорогим можно больше не выбирать. Рапсовое масло О-Лайф. Экономьте с пользой. Выбираем аксессуары для мобильных устройств, ноутбуков и компьютеров, не выходя из дома через интернет-магазин. Аксдефисшоп.кз Магазины Акс с доставкой на дом. И мы продолжаем выпуск. Семь дел рассмотрели на заседании дисциплинарного совета агентства Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию коррупции. Нарушения были допущены в сферах налогообложения, бизнеса и строительства. Без наказания виновные не остались. Троим специалистам и заместителю Акима у Алихановского района члены диссовета рекомендовали объявить выговор. На чиновников, которые действовали в составе рабочей группы по пополнению бюджета, пожаловались предприниматели. Их обвинили в общемлении прав бизнесменов и обратились в прокуратуру. За халатность в работе поплатился и руководитель отдела строительства Акаинского района. Ему грозит строгий выговор. Отмечу, с начала года за коррупционные правонарушения в Северном Казахстане уволили 14 госслужащих. Кстати, это было последнее заседание дисциплинарного совета. Со следующего года в стране будет работать новый орган – Совет по этике. Переходим к другим темам нашего выпуска. В рамках республиканской акции «Дорога равных возможностей» петропавловские полицейские проводят рейдовые мероприятия. Сегодня они выявляли водителей, которые паркуются под знаком «Инвалид». Наша съемочная группа тоже побывала в рейде. Все подробности у Алены Подласовой. Это первый рейд в рамках акции «Дорога равных возможностей». Ее участники наметили посетить сегодня четыре объекта. Начинают с вокзала, где есть парковка для инвалидов. Некоторые предприимчивые таксисты нередко занимают ее. А чтобы не нарваться на штраф, клеят на свое авто вот такой знак. На парковке для людей с ограниченными возможностями сегодня несколько машин. Полицейские проверяют документы у владельцев и нарушения не фиксируют. Все автомобили принадлежат инвалидам. Один из них – Пактобек Салимбеков. Говорит, часто, чтобы отстоять свои права, приходится спорить с таксистами. Нам очень трудно, когда здесь стоят таксисты. Занимают нашу парковку. Мы люди больные, имеем инвалидность. Приходится далеко идти до нужного здания. Нарушителей не выявили и на двух других парковках для людей с ограниченными возможностями. На колхозном рынке и у торгового центра «Рахмет». Только на четвертом объекте у Акимата города Петропавловска под знак «Парковка для инвалидов» заехал Нурмагамбет Жараспаев. Свою вину нарушитель оспаривать не стал. Вы нарушили остановку стоянку на подинвалид, знак «инвалид». Штраф вас составляет 50 месячных расчетных показателей. На вас будет составлен административный протокол. Теперь водителю придется заплатить штраф около 100 тысяч тенге. По словам полицейских, подобные нарушения правил дорожного движения в области нередки. Не снижается и количество других ДТП. Согласно нашим анализам, на территории Североказахстанской области за 11 месяцев дорожно-транспортное происшествие пострадало 183 человека. В Северном Казахстане проживают около 29 тысяч человек с ограниченными возможностями. И в Петропавловске для них предусмотрено 88 парковок со знаком «инвалид». Алена Подласова, Арман Джамангузов, Новости МТРК. Здравствуйте, я ваш участковый инспектор полиции. С 9 ноября такую акцию проводят североказахстанские стражи порядка. Знакомятся с людьми, проживающими на закрепленных за ними участках. О результатах такой профилактической работы вы узнаете из материала, подготовленного при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Данные, телефоны, контакты. Вопросы будут, кто нет. Эта акция проводится в Петропавловске и во всех районах области. В рамках кампании «Стражи порядка» знакомятся с североказахстанцами и налаживают доверительные отношения. Они вручают визитные карточки, чтобы в случае необходимости жители могли лично обратиться к участковому. В целях повышения имиджа участковых инспекторов полиции среди населения, установления тесных и доверительных отношений с гражданами, улучшения криминогенной обстановки, а также профилактики преступлений и правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Основным требованием акции является проведение сходов и вручение гражданам визиты. Меньше чем за месяц полицейские провели в области 92 тысячи обходов. Выявили более 600 граждан, проживающих без регистрации и пресекли 23 факта правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Акция «Здравствуйте, я ваш участковый инспектор полиции» продлится до 16 декабря. Алена Подласова при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. И к другим новостям. Первая международная предметная интернет-олимпиада «Ясназар-2015» для детей с нарушениями слуха прошла в Петропавловске. Разработал онлайн-проект «Наш земляк» учитель информатики Алексей Севинский. Помимо североказахстанцев в тестировании участвовали россияне и белорусицы. На онлайн-турнире побывала наша съемочная группа. Открывают олимпиаду торжественно. Через несколько минут ребята разойдутся по кабинетам и приступят к выполнению заданий. Кстати, проведение этого международного тестирования – инициатива североказахстанцев. Разработал систему «Ясназар» преподаватель информатики Алексей Севинский. На подготовку проекта у него ушло полгода. Когда я запускал новую версию школьного сайта, туда была добавлена возможность онлайн-тестирования. Ну и возникла идея, почему бы не провести международную интернет-олимпиаду. Была разработана клиент-сервированная система, то есть наши преподаватели разработали тесты, мы это внедрили в оболочку. Мы отправили приглашения в различные коррекционные школы Казахстана, России, Белоруссии. Отчет времени пошел. Ребята сдают тесты по географии и математике. В режиме онлайн на задания отвечают 130 школьников. Так как олимпиада дистанционная и проводится на компьютере, то ребенку это дополнительная мотивация к повышению учебных знаний каких-то, подготовиться. Также дистанционная олимпиада способствует развитию адекватной самооценки. По результатам, так как педагог никак влиять не может, мы можем составить для себя объективную картину и где-то подтянуть ребенка, что-то он не усвоил, где-то повторить с ним материал. Ученик выпускного класса Дмитрий Винниченко внимательно читает вопросы, отвечает на них не спеша. Здесь важно не ошибиться. С заданиями по математике он справляется одним из первых. Всего в программе Олимпиады 7 предметов, в каждом по 20 вопросов. Знания по физике и химии проверят через несколько дней. А уже в начале следующего года интернет-олимпиада пройдет по гуманитарным наукам. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, новости МТРК. Казахстан и Россия – два крыла дружбы. Это название международной научно-практической конференции, которая прошла в Гуманитарно-техническом колледже Петропавловска. Ее посвятили 85-летию учебного заведения. Репортаж Кристины Горбаченко. Гуманитарно-технический колледж продолжает отмечать свое 85-летие. Учебного заведения не только богатая история, но и большие международные связи. В числе партнеров – Тюменский государственный университет. Его представительство открыли на базе колледжа 16 лет назад. Сегодня в филиале российского университета учатся 1200 североказахстанцев. Поскольку мы все-таки образовательный вуз, то мы дружим, конкретно если говорить про этот колледж, дружим в области образования, науки, продвигаем науку. Пять человек непосредственно с колледжа защищались у нас, защитили кандидатские диссертации. Очень много граждан Республики Казахстан работают в таких сферах, как экономика, бизнес. На конференции говорят не только о сотрудничестве в сфере образования. Преподаватель колледжа Асхат Курман-Гожин читает доклад о многовековых корнях дружбы казахов и русских. Естественно, сегодня важна эта дружба, и это не раз упоминается прежде всего в послании главы нашего государства, прежде всего в последнем послании от 30 ноября 2015 года, в котором Руслан Абишевич еще раз говорит о том, что Россия является нашим традиционным добрым соседом, с которым не прекращаются дружественные отношения. Ну и естественно самый основной стратегический партнер. В ГТК почти полторы тысячи студентов. Многие из них, поступив на очное отделение колледжа, дистанционно обучаются в Тюменском университете. Анжела Воловик тоже не упустила такой возможности. Я студентка гуманитарно-технического колледжа, обучаюсь на специальности вычислительная техника и программное обеспечение. И также я студентка Тюменского государственного университета по специальности экономика. Это очень удобно, получают два образования одновременно. Учебники выдаются, также на заочном можно просматривать вебинары, сессии удобно сдавать. В честь 85-летия колледжа участники конференции вручили учебному заведению подарки. Трое преподавателей получили грамоты от областного управления образования, а несколько гостей удостойны юбилейного нагрудного знака. Отмечу, официальные торжества в честь дня рождения гуманитарно-технического колледжа пройдут 4 декабря. Кристина Горбаченко, Арман Жамангузов, Новости МТРК. Тренинг для волонтеров прошел в Петропавловске. Его организовали, чтобы подготовить ребят к Экспо-2017. Эти 40 молодых людей накануне прошли предварительный отбор. Соревновались в знании английского языка, в психологических тестах и других конкурсах. И вот сегодня второй этап. Начали его с приветствия. Участники тренинга знакомятся друг с другом. Далее игры на команда образования и логические задачи. Из четырех десятков прецедентов, лишь 25 получат сертификаты о прохождении обучающего курса. Впереди их ждет заключительный тренинг. По его результатам лучшие кандидаты получат аккредитацию волонтеров на Экспо-2017. Я очень надеюсь, что пройду этот отбор, так как это для меня будет очень колоссальным опытом, колоссальным успехом, новые знакомства. Вообще было сложно проходить собеседование на английском языке. Задавали несколько вопросов, связанных с Экспо. Ну, я хорошо ответил и надеюсь, что я пройду этот отбор. Просторы вдохновения. Школьники из села Шаховское заняли три первых места на международном конкурсе детского творчества. Проходил он в Астане. С какими номерами выступили североказахстанские ребята, узнаете прямо сейчас. Тамерлан Хабибуллин исполняет песню Николая Носкова. Именно с этим вокальным номером учащийся Шаховской средней школы выступал на международном конкурсе просторы вдохновения. Проходил он в ноябре в Астане. В итоге занял первое место. На такой международный конкурс я участвую в третий раз. В предыдущих двух конкурсах я тоже занял первое место. Поскольку я участвую не в первый раз, я чувствовал себя свободно, но волнение было. А вот Анель Ерикова в конкурсе такого масштаба участвовала впервые. Говорит, готовилась полгода. Как и Тамерлана, ее признали лучшей. Анель исполнила песню «Солнечный остров». Я первый раз выступала на большой сцене и очень волновалась. Меня поддерживали друзья, музыкальный руководитель и родители. А вот ансамбль «Спейс Кис». Они тоже участвовали в международном фестивале. Жюри высоко оценило талант и этих ребят. Барабаны, бас, электрогитары, тамбурин и синтезатор. Международный конкурс проходил два дня. В нем участвовали более 300 ребят из разных стран мира. Огромное спасибо районному отделу образования за оказанную помощь в организации поездки детей. Очень большое число участников – Россия, Узбекистан, Татарстан, Казахстан, конечно же. Наши ребята успешно выступили на этом конкурсе, заняли три первых места. Впереди у ребят большие планы. Сейчас они готовятся к суперфиналу этого конкурса. Он пройдет в Санкт-Петербурге в следующем году. Денис Севков, Дмитрий Желтышев. Новости МТРК. Лютые морозы или оттепель? К капризам резкоконтинентального климата североказахстанцам не привыкать. Какую погоду нам ждать в декабре, нашей съемочной группе рассказали в филиале КАЗ «Гидромета». Точный прогноз на первый месяц зимы у Александры Солминой. Три градуса тепла. Такую температуру показывали столбики термометров 9 декабря 1967-го. А 31 год назад, 10 числа, было минус 43. Первая декада всегда отличалась экстремальной погодой, говорят синоптики. Но не в этот раз. В начале декабря 2015-го североказахстанцев ожидает незначительное похолодание. Днем обещают до 3-8, местами 13 градусов ниже нуля. Ночью 16-20 мороза. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью. От 8-13 мороза до 17-22, местами 28 мороза. Днем от 0-5 мороза до 10-15, местами 20 мороза. Дальше морозы крепчают. Особенно холодно будет по ночам. Синоптики прогнозируют 23-28 градусов. В некоторых районах области возможны более сильные морозы до минус 40. Днем будет чуть теплее – 15-20. И уж совсем хорошую погоду специалисты обещают ко дню независимости. В середине декады ожидается ослабление морозов. Ночью до 13-18 мороза, днем до 50 мороза. А вот в конце декабря погода будет совсем другой. Самый волшебный и долгожданный праздник – какой будет новогодняя неделя? Обещает ли погода веселые прогулки, игры в снежки, катание с горки и на коньках? Или придется от этих забав отказаться? По предварительному прогнозу, в Новый год наступит настоящая зима со снегопадами и морозами. Днем ожидается 7-12 градусов со знаком «минус». А значит, выходя из дома, не забудьте укутаться в самый теплый шарф и надеть любимые варежки. Вообще, говорят специалисты, средняя температура первого зимнего месяца будет выше нормы на 1 градус. Осадков, кстати, тоже ожидается чуть больше обычного. В начале декабря нужно быть осторожнее на дорогах из-за гололеда, предупреждают синоптики. А вот во второй половине будут вьюги и сильные ветра. Александра Солмина, Дмитрий Желтышев, Новость СМТРК. Сбудется ли прогноз синоптиков, покажет время. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. О погоде на пятницу 4 декабря. Пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, скорость 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 7, днём 7-8 градусов ниже нуля. Сегодня наши дети, так же как и взрослые, имеют возможность пользоваться всемирной паутиной. И далеко не всегда родители могут проследить, какие именно сайты посещает ребёнок. Именно поэтому специалисты компании «Казахтелеком» разработали сервис «Родительский контроль». Благодаря обширной базе нежелательных и опасных ресурсов, а также надёжной системе фильтрации, мы делаем интернет для вашего ребёнка по-настоящему безопасным и полезным. Чтобы подключить услугу, просто активируйте родительский контроль в личном кабинете и выберите один из трёх профилей защиты. Мы заботимся о своих клиентах и предлагаем по-настоящему безопасный интернет от «Казахтелеком». Субтитры подогнал «Симон»